всем привет друзья ну что настали майские праздники теплым а мы занимаемся документами вот немножечко только малая часть ну во первых получили печать уставные документы нашего предприятия но тут все до кучи выписка из единого государственного реестра приказ о назначении самого себя директором описание документов справка что открыли счет в банке еще выписка протокол заседание что мы собирались и назначили меня директором так это договор на приобретение оборудования это сейчас отдельно вот заказали в метрологии общие технические условия на пиво все параметры которые должны руководствоваться при изготовлении этого чудо напитка кстати 200 с чем-то гривен заплатили не бесплатно потом так это тоже немножечко отдельно потом расскажу так документ на данном этапе самый важный для нас десан пин 44 152 2008 про затверждение державных санитарных норм и правил для предприемств что вырубляют солод пиво то безалкогольные напои то есть сейчас настольная книга все полностью тут расписано какая должна быть территория какое само предприятие какая вентиляция электрика вода что где все полностью здесь расписано водопоставки канализация система освещения электропроводка вентиляция шум вибрация санитарные санитарные условия для помещений я работала для лаборатории санитарные условия и все по отделениям по бродильному по варильному по остальным все сейчас полностью ремонт идет полностью под руководством этой книги штудировать штудировать и штудировать потом надо сделать общие технические инструкции по производству пива со всеми дсту гостами ну гостов сейчас нету на украине сейчас все переименовали державные стандарты украины дсту вот по всем дсту все вот это вот надо написать расписать написать так это сканы всех правоустанавливающих документов правило безопасности при производстве солода пива и безалкогольных напитков тоже все читать и знать ну это в принципе мелочи вот каждый сорт пива каждый сорт пива должен быть описан полностью технологическая инструкция на его производство какие материалы используются для приготовления какой должен быть у него вкус аромат и внешний вид вот какая кислотность какие объемный час спирта цвет все это согласовано с дсту гостами и так далее потом расписано как его варить технологическая инструкция рецептура полностью как хранить и какие условия без безопасности и все это подтверждено всеми нормами правовых актов документов вот на каждый сорт пива надо сделать то что хотим варить на каждый сорт пива надо сделать свои технические инструкции потом это подается в киев укр пива утверждается очень долго некоторые вот спрашивал бывает такое 9 месяцев практически как ребенка вынашивают узаканивают вот эти штуки потом пришли укр стандарт метрологию и нам выдали вот такой вот список так как пиво приравняли в украине к алкогольным напиткам теперь производство подлежит обязательной аттестации сертификации лицензированию ну и все все такое прочее это пищевое производство и поэтому очень жесткие строгие правила каждый маломальский приборчик на производстве должен иметь свой сертификат паспорт ориометр паспорт весы паспорт оборудование любое паспорт все должно быть задокументировано потом на все стадии производства свои журналы их надо вести журнал ремонта журнал там варки журнал приемки сырья журнал там проверки вентиляции все полностью должно быть после этого как делается ремонт завозится оборудование все получаются разрешения и все бумаги а это очень долго я подаю там заявку в метрологию собирается комиссия с метролог санэпидемстанция пожарник вызывают налогового сразу инспектора и они приходят проверяют производство если что то не так устраняем обязательно что то будет не так мы уже готовы к этому без без их разрешения никаких производственных действий производить нельзя то есть мы не имеем варить то есть мы не имеем права варить пиво ничего мы будем ждать их не разрешения то есть время деньги силы ресурсы все ждем пока нам не дадут разрешение если будем варить без разрешения комиссии без аттестационной нас штрафанут в лучшем случае все очень долго напряженно каждая служба требует свои справки иногда бывает такое что приходишь вечером вымотанной руки опускаются просто уже не знаешь что делать в голове каша в каждой службе вот такой вот список с требованиями как это все уместить уже не знаешь что делать спасибо людям спасибо огромное вам помогаете поддерживаете некоторые пишут в личку помогают советами помогают возможностями у кого-то были возможности пройти эти инстанции присылают как что куда более подробно расписано уже в голове устаканивается как-то и распределяется уже легче как-то обдумывать вот помощь там помогают у кого-то есть возможность там какие-то стройматериалы подешевле предлагают по оптовым ценам спасибо вам огромное очень неоценимая помощь даже просто моральная ваша помощь очень сильно помогает на утро встаешь все нормально полный сил как-то в голове уже разложилось по полочкам начинаешь какое-то одно действие там по одному направлению и разбираться делаешь его потом откладываешь следующее берешь тогда уже как-то можно но когда вот это все каши огромные наваливается очень тяжело разобраться и понять бывает что такое пессимистическое настроение но ничего все все это поборем пройдем этот этап мы должны пройти без него никуда не деться я прекрасно понимаю это пищевое производство контроль очень должен быть жесткий ну очень уж много всего конечно наворотили и самое главное что это изменяется буквально не успевая что-то я распечатал инструкцию вот этот общие технические условия пива через месяц выходит дополнение к нему все это тоже не действительно надо платить деньги распечатывать новый изучать его очень все быстро меняется нету никакой стабильности вот это вот не очень хорошо вот ну и деньги 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 конечно общие ремонтные работы такая-то сумма сантехнические работы такая-то вентиляционная такая-то электрика такая-то вот плюс еще надо дополнительное оборудование закупить кеги там баллоны углекислого газа тоже сырье солод хмель там водоподготовку тоже отдельную надо потому что практически одно из главных это вода чем лучше вода тем соответственно лучше пиво и лицензии всякие на производство пива и оптовую торговлю вот лицензия на оптовую торговлю пивом для производства которые производят не больше трех тысяч деколитров гектолитров извините опять ошибся короче 300 тысяч литров в год вот в этот лимит кто входит они платят тридцать тысяч гривен в год если больше хоть на один литр мы выпустим если больше хоть на один литр мы выпустим пиво то мы должны заплатить пеню в размере двести процентов от перевыполненного плана но не меньше чем пятьсот тысяч гривен полмиллиона должны заплатить если на литр больше выпустим пиво поэтому нам надо выпускать в этих рамках ну в принципе рамки нормальные это двадцать пять тысяч литров в месяц у нас не больше двадцати пяти тысяч литров в месяц мы должны выпускать в принципе на данном этапе нам хватает головой это в принципе не проблема вот плюс акциз акциз в этом году подорожал теперь на каждом литре 2 гривны 17 или 47 копеек что-то такое короче на двенадцать процентов подорожал вот и получается почему пиво такое дорогое да потому что налогов целая куча просто целая куча вот такие впечатления на данном этапе у нас но этот этап надо пройти без него никуда не деться поэтому будем идти вперед несмотря ни на что ну все счастливо всем спасибо что слушали болтовню излил немножко душу полегче стало но мы будем двигаться вперед всем счастливо ждите наше пиво а позвонки люблю было я про пево стакан ю